В 1918 году, 18 ноября, Латвия первый раз провозгласила свою государственную независимость, ну на очень короткие 22 года. До печального 1940 года, 17-го люди, как для Вриги, уже заехали в Сталинский этап. А вот сейчас мы уже, по сути дела, идем на направление Байкер-стрит. И сейчас сфокусируйте свое внимание на левую сторону. Вот эти три здания одинаковой высоты, желтенькая, красненькая и голубенькая, которые стоят от нас, это и есть Байкер-стрит. То есть что, до этих трех зданий, но с той стороны и в это направление продвигался Холмс с Ватсоном, или будем говорить реально, актеры Соломин и Иванов. Ну а снимали с этой стороны, чтобы их видно было бы в кадрах этого фильма. Ну и соответственно эти три домика. Но если они шли в это направление, то они шли к себе домой. И сейчас уже с левой стороны открывается вид на их дом. Вот это желто-розоватое здание, такое зашерпанное. Откуда? Это же и есть дом Шерлока Холмса и доктор Ватсона. Конечно, во время съемок фильма использовали только фасад зданий. Когда речь идет о событиях фильма внутри, здесь ничего не снимали, а уже все снимали в павильонах, галереях. Понятно, да? Да, да. Вот этот домик, это, между прочим, довольно старенький домик. Это 16 век, вот этот красненький домик. Ну, в кадрах фильма нигде не видно. Видать, режиссер просто посчитал, что он как бы не вписывается особо в стиль Лондона. Ясненько, да? Ну да, наверное. А фильм «Сигнат с годами весны» смотрели? Да. Ну тогда вот мы можем смотреть на это здание, вот стиля модерн. И обращайте внимание на эту скульптуру. И окно справа от нее, это же есть место. То окошко, где стоял цветок для профессора Плешнера. Плешнера, когда события фильма проходят якобы в Швейцарии, в городе Пьер. А где в тот момент был так называемый магазин «Угол с птичками»? Вот это здание. А сейчас это здание уже больше, чем 10 лет. После того, как его отреставрировали, привели в порядок, в этом здании находится одна из гостиниц Старой Риги. И обратите внимание, название гостиницы – «Хотел Юстас». А их ресторан-бар этой гостиницы, знаете, как называется? «Алекс». А это были их знаменитые позывные. «Юстас Аликсу». «Алекс Юстас». То есть, так интересно, подвязали название этой гостиницы и ресторана под этот фильм. Так что, видите, у нас выходит, что у нас, как условно говоря, Бейкер-стрит и Блюгенштрасс – это два в одно. Но реально эта улица называется совсем по-другому. Реальное название на латышском языке – это называется «Яумила». Что переводится на русский язык – «Новая улица». Хотя эта улица, какая она может быть реально новая, если она датируется 16-м веком. Ну, эта улица тогда в 16-м веке появилась как улица, которая с обратной стороны обгиналась нашей знаменитой Донской Федерации. А вот уже следующее место, на которое мы выходим – это Домская площадь. Домская площадь, свое название, конечно, связывает вот с тем, что уже открывается слева от нас. Это и есть наш популярный Домский кафедральный собор, который является второй по возрасту церкви Риги. Это не самое старое. Самое старое будет церковь Святого Петра, которую я вам буду показывать. Так высоко там? Оттуда нельзя наверх, да? Здесь? Нет, нет, нет. Ну вот. Церковь Святого, ой, Домский кафедральный собор заложен 803 года назад. А Петр, о котором я вам буду говорить, он заложен 805 лет назад. И вот эти обе церкви, что Домский кафедральный собор, что Петр, они почти ровесники города Риги. Как говорил, Рига основана в 1201 году как город, то есть Риге в этом году уже будет исполняться 813 лет. И основательным городом Риги является немец, между прочим, по национальности священник, по роду деятельности, ебископ Альберт. Вроде где Германия, а где Рига, а почему основательным городом какой-то немец является? А все довольно просто. В начале 13 века уже первые немецкие фукцы начали сюда приходить из Германии на кораблях ради торгово-экономических отношений. А так как с ним и был этот священник Альберт, родом из немецкого города Бремен, он тогда что сделал? Он принес нам сюда первую религию из своей Германии, это католицизм. И так как этот немецкий священник Альберт Вишнер руководил строительством Домского категорального собора, и церкви Святого Петра, она с той стороны, мы увидим, вот он по этой причине и основатель города Рига. На данный момент Рига по населению 650 тысяч, а вся Латвия как страна 2 миллиона 20 тысяч. У Домского категорального собора, кроме возраста, две главные особенности. Это, в первую очередь, у огромнейшие размеры. Не зря по размерам это самая большая церковь не только Латвии, но и вообще в Прибалтике. То есть, соответственно, в Эстонии и в Литве ничего более крупного вы не найдете. А самым главным фактором ее популярности всегда был, и думаю, долго еще будет, это его орган. Сам орган физически находится на втором балконе в башенной части. Вопрос возникает, почему этот орган все называют знаменимым? Разгадка в одну, что этот орган изготовили немцы еще в конце 19 века, в 1884 году. Перевезли сюда, установили, и к тому моменту это был самый большой орган в мире. Но даже несмотря на то, что уже прошло более 100 лет, до сих пор этот орган входит в десятку самых больших органов мира. Самые длинные трубки у этого органа по длине 10 метров, самые короткие всего лишь 15 сантиметров, а общее количество здесь их 6718. То есть почти 7000 трубок у нашего органа. Сам орган за свою историю уже два раза реставрировался. Первый раз в 1963 году специалистами из ГДР. У немцев много органов, значит, и реставраторов. Ну а последний раз, опять же в советское время, в 1982 году, этот орган реставрировали голландцы. И голландцы во время последней реставрации заодно и здесь поменяли все изношенные потресканные трубки органа. Сейчас он в великолепнейшем состоянии. Два года назад сам кафедральный собор был целиком на наружной реставрации. Только на наружу. Огромные деньги на его реставрацию тогда выделил Евросоюз. Устранил, что все трещины между кирпичами, поменяли крышу. А цель была одна, чтобы влага не попадала вовнутрь, которая негативно влияет на состояние трубок органа, чтобы нержавели не трескались. А то, что левая часть кафедрального собора находится в низине, это просто означает, что здесь за 8 веков уже возрос 6-метровый культурно-исторический слон. Почти по метру за каждые 100 лет. Ясненько, да? Ну вот. Следующее здание. Вот это здание, где 2-й и 3-й этаж красного кирпича, это конец у нас уже 19 века, то есть периода царской империи, 1886 год. В свое время это здание в Риге было построено как один из банков в Риге с названием «Новеческий коммерческий». Ну и история дальше этого здания реально, можно сказать, в свое время была только банковской. В советское время здесь был Сбербанк, нынче это один из шведских банков под названием «Сэбанк». Ну почему я это говорю? Потому что у нас банковская система в Латвии, в основном вся скандинавская, шведская, финская, норвежская, ну и несколько своих не особо популярных банков. Криативное коричневое здание, вот видите, по кругу мы отодерем, да? Вот это здание уже у нас середина 19 века, тоже при царской империи выходит, строится. И это здание в 1855 году было построено тоже как одна из бирж Риги. Значит, не только дом Черноголовых была биржа, но и эта. Но эта биржа называлась «Сирижская биржа». Такое у нее было название. Ну вообще такие организации, как биржи, физически могли быть только до советского периода. Для Латвии, значит, 1940 год. Все, дальше биржи закрылись. И из-за этого весь советский период, даже в этом здании находился институт экономики по планированию советской экономики. А после распада Советского Союза, это здание мы целиком отреставрировали. И нынче в этом здании находится великолепнейший музей зарубежного искусства. Это музейное здание. А сейчас мы проходим в это направление. Вот это здание, это тоже период царской империи. Хотя многие говорят, что это похоже на сталинизм из-за этих монолитных стен, таких серьезных. Но я говорю, ну вот обратите внимание, на левую сторону, наверху, на арочке видно, над арочкой видно вот такую композицию. Папа-мама и двое детей. И через эту композицию скульптур в 1910 году была идея показать, что это здание строится как банк. И якобы счастливая семья, дети есть, деньги есть, будет как банк. Но как этому банку было суждено быть совсем недолго, до 1920 года. Почему? При первой независимой Латвии было принято решение это здание перепропилировать. И мы его начали уже тогда и по сегодняшний день, включая советский период, использовать как ватвийский государственный радиок. Так что в этом здании находятся сегодня даже четыре государственные радиостанции, которые из них вмещают на латышском, а четвертая на русском языке. Понятно, да? Так что я не говорю, что все так ужасно. Откуда такие тенденции на россиян? Не знаю, но я откуда. Прожди-ка. А он там почему вот этот все разукрашен? Для красоты? Это для красоты, для рекламы сделано просто. Знаете, как иногда фирма получает разрешение что-то рекламировать себя за мной, привести в порядок. А что он тут может рекламировать? Ну а здесь вот просто вот показываем вот этот планер, и там просто такая вот интересная философская мысль, которая написана там и переводится она следующим образом. Если кто-то говорит, что это нельзя сделать, никогда не останавливайте этого человека. Почему? Он наверняка знает, как это сделать. Ну а так эта вот фраза, которая там указывается на русском языке, переводится на русский язык. Ну а отсюда вот продолжаем движение в направлении Ливской площади. Ну а площадь Ливской площади, которая похожа больше даже на небольшой замочек, который внутри заборчика. Да, да, да. Это уже постройка тоже середины 19 века. Между прочим, большая гильдия, это середина 19 века здание. Это тоже. Ну вот это здание строилось как малая гильдия в городе Ливи. Это здание, между прочим, это тоже вот конец 19 века, в свое время была построена как школа. Ну а нынче это офисное здание, а в сталинские времена в этом здании находилась такая организация, как СМЕРШ, СМЕРШ шпионов. И потому там на фасаде здания тоже есть черная табличка, на которой указано, что в подвалах этого здания в сталинские времена было расстреляно, в том числе и очень много неминных людей. Вот малая гильдия, вот это здание, вот это здание, это здание, я говорю, в середине 19 века строилось как тоже одна из динок. Но если большая была для купцов, то малая гильдия, соответственно, всегда была организация, которая обняла в себе самых популярных ремесленников города Ливи. То есть выходит, что в этом здании собирались те, которые все производили, а здесь, соответственно, те, которые все продавали. Ну а когда пришел советский период, такие организации, как гильдии, соответственно, из-за плановой советской экономики тоже перестали существовать. И по этой причине советского периода, по сегодняшний день, малую гильдию мы используем как небольшой музей ремесленничества Латвии, это музейная здание. А Большую гильдию, вот их соседа, мы используем как рижскую филармонию. То есть здесь проходят концерты классические. Ну а на Ливской площади следующее здание из четырех названных, это уже вот это желто-серое здание, которое вот вдали, это наш популярный русский театр города Риги. Или театр имени Чехова. Чем этот театр знаменит? Тоже есть своя особенность. Это самые старые русские театры нынче за пределами нынешней России. Этот театр в прошлом году, даже 2 октября, отметил свой 130-й юбилей. То есть уже 130 лет, как в этом театре, все спектакли и по сей день только на русском языке. Несмотря на то, что да, у нас официально один государственный язык, латышский язык, ну пожалуйста, это культурное заведение, конечно, здесь все на русском языке. У театра есть и своя труппа, но когда наша труппа гастролирует или отдыхает в лето, сюда приезжают и также дают свои спектакли знаменитые российские труппы. Ну вот, а в августе месяц уже 2 года подряд в этом театре 5 концертов дает и сам маэстро Риги. Само здание театра 4 года назад мы целиком отреставрили, не только снаружи, но и изнутри. Но несмотря на все эти реставрации, зрительский зал здесь относительно небольшой. Воместимость всего лишь 550 зрительских мест. Зато это дает вам понять, что здесь почти всегда полный отшпорт. А вот за этим белым автобусиком, видите, уже здание с коричневым фасадом, это здание было предназначено в свое время как одна из рижских аптек. И это есть та аптека, где еще в 1752 году знаменитый немецкий фармацевт Аберхам Кунцин изобрел знаменитое лекарство рижский бальзам. Так что вы стоите перед родиной рижского бальзама. Но сейчас отобращайте внимание на левую сторону, где вот на старой русском языке даже написано настоящий рижский кунцинский трогной бальзам. Это вам не Кунцинский, не Москва, а кунцинский это честь автора бальзама Абрахама Кунцинского. А так как Кунцин, как фармацевт, был сам по национальности немец, то соответственно то же самое с правой стороны указано на немецком языке. Так что вот это есть... И по-русски написано. Ну вот. Так что здесь можно отведать и рижский бальзам. А сейчас проходят дома Минаска и заходят сюда в Ханбентон двор. Ханбентон двор, который датируется началом 13-го года. В Алмуте здесь можно ходить, у нас такие лобилинты. Угу. Хорошо. А то, чтобы люди... Дарька, когда ты думаешь, что педал выйдет. Вот этот двор, где начинается. Вот от этой серой стены. И как вы видите, слева будет одна улица, справа вторая улица. Две параллельные улицы, несколько между ними перпендикулярных улиц. Деревый дворик датируется началом 13-го века. Сейчас буду про двор дальше. И чтобы обратить внимание, вот так как мы вышли с этой стороны. Видите, тыльный дворик аптеки, где был изобретен рижский бальзам. Надпись, что сейчас это рижский бар черного бальзама. Еще и цифру, когда был создан рижский бальзам здесь. Видите, вот то, что я говорил. 262 года назад, то есть в 1752 году. То есть классическому бальзаму, который, как всегда, можно увидеть эти пустые бутылки в старом шкафу уже 262 года. А чем закусывают они? А он ничем не закусывает. Он добавляет в основном чай кофе для вкуса или его сливок и выпивает совсем немножко стопочками. По крайней мере, но его не надо закусывать. Ну да, он крепкий. Он для здоровья, он 45 градусов и состоит из 24 компонентов лечебных травок, почек деревьев и корешков полезных расти. Ну, а сам двор компонентов, я говорил, датируется началом XIII века, как место, где уже тогда, в начале XIII века начали собираться самые богатые рижане. И здесь они обсуждали вопросы, как менять, развивать сам город Рим. Ясненько, да? Ну вот откуда и происходит название этого двора, компонентов двор. Потому что компонент, сенат, это как синонимы, это собрание. А в пределах средних веков в этом дворе уже строились новые дома. И они в основном здесь служили как приюты для малой мучей, больницы для бедников и также приюты для женщин в доме. А здесь обычно идет рассказ про наши мучшие, как заслужили. Исторически поднимали товары на верхние этажи, открывали такие большие ворота и затаскивали груз вону. Зачем? Чтобы мужчинам эту тяжесть не надо было бы тягать по узким лестницам внутри здания. Правильно? Правильно. То есть чисто для удобства. А вот здесь, повернув направо, мы проходим через арочку, мы подходим к месту загадывания желаний. А это наш памятник бременским музыкантам. А почему такой памятник в Риге? Сейчас вы увидите, поймете. Это из-за того, что город Рига и немецкий город Бремен, вот памятник, это два города-побратимые. Ага. Это подарок города Бремена, города Риги в 1990 году. После того, как бременцы нам его подарили, а с учетом, что Бремен есть такой же памятник, он даже повыше, но они сделали немцу нам копию поменьше. Видать, посчитали, что подарок может быть большой. И сделали его подарком для нас. И вот после этого пошла эта традиция. Загадай желание, чтобы желание сбылось, потри носик одному из них. Так что вы тоже, если есть желание, можете это сделать. Сам памятник, что он показывает, вокруг животных, это якобы оконная рамка. А это их домика. А в их домик забрались злые разбойники, согласно этой детской суточной истории. И вот почему вот эти животные здесь таким довольно злым оскалом реально смотрят через заготовку. Охраняют. Да. На проглазе разбойники. Но вот уже и самая старая церковь, которую мы не разбирали, это вот церковь Цветового Петра. Ага. Она всегда и даже по сей день является самой высокой башней среди всех церковных башен Риги. И так она даже по сей день. Сегодня ее высота, конечно, всего лишь 123 метров. Хотя самое интересное, почему говорю, всего лишь на данный момент, что она до Второй мировой войны была на 16 метров выше. Было 139 метров. Ну а где пропали эти 16 метров? Все довольно просто. Вторая мировая война, 29 июля, 41 год. Нацисты в тот день, когда они в основном бомбили центр города Риги, они же и разрушили крышу этой церкви. Еще один из снарядов тогда попал в верхнюю часть башни. Ту макушечку, в которой сегодня видно металлические конструкции. Видно вам может, да? А тогда она была деревянной конструкцией. И когда снаряд попал, он загорелся, башня, и она сгорела, макушка. Ну а после войны, конечно, с церквями никто не церемонивался. И только после смерти Сталина в 1954 году восстанули крышу. А башню относительно недавно, в 1973 году. И тогда башню украли эти 16 метров. Сейчас не соответствует ни формам, ни материалам. Ясненько, да? Да. Ну а вот многие говорят, а почему ее нацисты бомбили? Чем она мешала им? Ну оказывается, 29 июля, в 1941 году в этой башне находились красные аминецы наводчики, которые коррегировали огонь для Красной Армии. Выходит, что для нацистов эта церковь стала как бы военным объектом. Ну, ради чего они это делали. Ну а на самом шпиле башни можно увидеть один из трех золотых петушков города Риги, который исторически виден назначен как в любви рижских морей. По тому, как был повернут наверху петушок во реке Риги, всегда узнают направление ветра. А исходя из-за этого, а вы уже в море, столько выходить туда, в Рижский залив, и дальше в Балтийское море, где просто надо было подождать, пока ветер изменится и станет более благоприятным. Почему на башне в церкви? А это очень интересно. Это из-за того, что это самые высокие точки в Риге, которые можно было увидеть с любого места. Ну да. А вот уже по правой стороне открывается будет вид на Ратушную площадь, где мы с вами и стартовали. А вот на этом покататься можно? Ну и можно, но я не знаю, что вы желаете увидеть на этом, но это основное, конечно, Советская Рига, основная. Ну потому что по Старой Риге, где мы обычно гуляем пешим по рядам, они не имеют права заезжать, потому что, как вы заметили, здесь довольно узкие улицы, и ограничен транспорт, ну, по крайней мере, для такого размера транспорт. Ну да, на автобусе-то неудобно. Что еще могу вам подсказать, Марсина? Давайте спрашивайте. Ну, к заливу, да, мне, наверное, лучше сходить. Тут все посмотрели. Я вам просто советую от всей души, это будет очень красивая панорама. Если вот, видите, вам будет легко сориентироваться. Вот как вам еще мужчина рассказывал, вот здесь будет остановка на автобусе. Да, 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 да. Вы лучше всего пройдите по набережной. Особенно в правую сторону, по всей набережной, вы получите очень хороший материал, который вы можете зафиксировать на свой планшет, да? И вот приостой, ну, вдоль реки идет пешеходная дорога. Вам не надо им будет там думать, что вас где-то что-то задавит, можете спокойно пройтись в одну сторону, в другую, и просто распределить время, чтобы вы потом покойненько подошли бы к, ну, месту, чтобы сесть на автобусе и отправиться на аэропорт. Да. Вот то есть ту часть, которую я вам не показывал. Ага, хорошо, сейчас скажу туда. Спасибо. Вы как, подрабатываете? Спасибо. 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 Это Рига. Я здесь с проездом. Всю ночь не спала. Но где-то силы нашла погулять. Сейчас поеду в аэропорт. Я думаю, может мне покушать что-нибудь. Устала таскать вещи. Такие домики симпатичные. Мастерская стулька. И икона. Хо-хо-хо-хо. Фея. В общем, старый город, он интересен своей старинностью. Я еще гуляла с экскурсоводом, записала на планшет. Не знаю, что там получилось. Потом пошла по набережной гулять. Все-таки решила сюда зайти. Еще пофотографировать. Вот черный кот какой-то. А, у них там дом смешной. Еще он мне рассказал эту историю. Про черных котов. Тоже интересный вариант. Из соломы. Крашеный. Игорь Назвежний. Эта business. Игорь Назвежний. Что-то, ибо. Главное. Главное. Поехали. Покорай. Главное. Игорь Назвежний. Главное. Субтитры делал DimaTorzok Всем пока!